Приветствую вас! Ну, конечно, вы довольно мало дали информации относительно своей проблемы. По сути, у вас здесь только два основных момента. Значит, первый момент, это момент, связанный с тем, что вы хотите вернуться назад в прошлое. Второй момент, это то, что вы чувствуете себя овощем. Как вот вы говорите. Значит, первый момент заключается в том, что вы пытаетесь вернуться в ту среду, где вам было максимально комфортно и, скорее всего, вы не чувствовали ответственности за себя. Здесь, где все за вас было предрешено. Где была определенная стабильность, где была определенная предрешенность, если вот можно выразиться вот так. Значит, и эта предрешенность, она для вас, видимо, сыграла принципиально важную роль, потому что... Ну, опять же, как это мне видится, да, вот, исходя из того, что вы сказали, да, вот, исходя из того, что вы сказали, как это видится мне, что в этой предрешенности вы чувствовали, скорее всего, себя стабильно. Значит, после того, как ситуация изменилась, вы стали в большей степени взрослой, самостоятельной. После этого надо сказать, что вы поняли, что такое личная ответственность, и вам это чувство не понравилось. Конечно, конечно же, оно вам пришлось не по душе, потому что вам пришлось действовать самой. Самой принимать решение, то есть взрослая жизнь, это такая жизнь, когда вам волей-неволей приходится самостоятельно принимать решение, самостоятельно делать какие-то вещи, отвечать за свои слова, планировать свою жизнь и так далее. А к этому вы, вполне возможно, были не готовы, из-за чего? Здесь, конечно, довольно сложно сказать, из-за чего именно с вами произошла такая ситуация, потому что, ну, вполне возможно, что проблема в взаимодействии вас и ваших родителей, вполне возможно. То есть, вы, например, были под довольно сильным контролем, например, своих родителей. И родители, они постоянно вас, ну, скажем так, подавляли. Может быть, сейчас, сами того не желая, сами того не желая, родители вас подавляли. И таким образом не позволяли вам самостоятельно, допустим, принимать решение относительно своей жизни. И я полагаю, что это сыграло роль здесь определяющую, и вы просто-напросто теперь, ну, не умеете просто нести за себя ответственность. Не умеете вы, значит, обвязать свои слова. И надо сказать, что данная позиция, она, конечно, весьма-весьма негативна для вас, конечно, потому что, ну, тяжело вам в такой позиции, это безусловно. Вот. Ну, короче, новость заключается в том, что эту позицию можно поменять. Хорошая новость заключается в том, что эту позицию можно переделать. Короче, новость заключается в том, что вы вполне в силах все это изменить. Главное, значит, главное увидеть, где и в каком месте, когда вы потеряли вот это вот, собственно, звено. Вот это вот звено вы потерялись в самостоятельности, и постепенно, постепенно дорастить, дорастить себя до, значит, дорастить себя до полноценного взрослого возраста, какой вы сейчас являетесь. Да, то есть вам двадцать один. Ну, и очевидно, что у вас есть набор страхов, очевидно, что у вас есть набор сомнений в себе. Очевидно, что вы боитесь, очевидно, что у вас есть некоторые проявления, возможно, социофобии, возможно, есть у вас неуверенность в себе, безусловно. Ну, это нормально в данном случае, если мы говорим о том, что вы как-то вот были чрезмерно близки к своим родителям, да? Вот, значит, ну, соответственно, с этими страхами, с этими страхами тоже мы на работаем. И если говорить одним словом о том, что произошло, то это называется инфантилизм. Инфантилизм. А если вот говорить буквально в нескольких словах. И инфантилизм преодолевается путем личностного роста. Инфантилизм легко преодолевается. Главное, чтобы у вас было желание это делать. Главное, чтобы у вас была потребность это делать. Ну и, в общем-то, если вы будете, допустим, согласны работать, то в процессе беседы с психологом, психолог вас вырастет как нового, полноценного, взрослого человека. Вот. Самое главное, чтобы у вас было желание. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам найти свои ценности, найти свой путь. И желаю вам успешного разрешения данной ситуации. И помните, что с проблемой в вашем случае быстрее всего поможет специалист, который проработает в первую очередь в ваши детско-родительские отношения и, во-вторых, приведет вам к коррекции поведения. Всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok